В эфире телеканала Видной ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Максим Козлов. Здравствуйте и в начале выпуска коротко об основных событиях. Состоялось первое заседание общественной палаты Ленинского городского округа. Очень большой костяк тех, кто работал, он сохранился и при этом появилось какое-то некоторое количество новичков. Обсуждение концепции развития видновских парков проходит совместно с жителями города. Если мы говорим про концепцию, то нам самый крайний срок это 20 декабря, когда мы должны уже пройти все. Отделение реабилитации Центра социального обслуживания Вера в поселке Развилка. Несмотря на пандемию, здесь продолжают принимать маленьких пациентов. Помимо того, что, скажем, вот эти процедуры, которые носят лечебный характер, да, восстановительный, здесь еще такая атмосфера семейная. В общем, я бы сказала, что это какой-то семейный клуб. Пандемия внесла свои коррективы и формирование нового созыва Общественной палаты Ленинского городского округа. Долгие месяцы кандидаты ждали результатов выборов, и вот, наконец, состоялось первое заседание. Общественникам предстояло решить ряд важных для дальнейшего функционирования Палаты вопросов. О кадровых перестановках расскажет Юлия Погосян. Состав Общественной палаты Ленинского городского округа обновился больше, чем наполовину. Как и прежде, все ее представители – лидеры общественного мнения. Они их знают, они всегда на виду и тесно взаимодействуют с людьми. Все члены нового созыва и до официального назначения работали на благо жителей муниципалитета. Инструментов работы Общественной палаты достаточно много. Это и общественный контроль различных работ, проводящихся на территории, и реализация различных социальных проектов. По традиции, первое заседание Общественной палаты посетил глава Ленинского городского округа. Алексей Спаский высоко оценил работу членов предыдущего созыва во время первой волны пандемии, когда на базе организации был создан волонтерский штаб и выразил уверенность, что эта работа продолжится и новым составом. Это была хорошая, качественная, конструктивная работа, повторюсь, очень в непростых условиях. И поэтому как раз не то, что даже по желанию, есть абсолютная уверенность, потому что очень большой костяк тех, кто работал, он сохранился, и при этом появилось какое-то некоторое количество новичков, которые, не сомневаюсь, несут свежую кровь с какими-то свежими идеями, со свежей энергетикой. Для дальнейшей конструктивной работы на первом заседании членом ОП предстояло утвердить регламенты и кодекс этики Общественной палаты, список постоянных профильных комиссий, а также избрать председателя и двух заместителей. Возглавил палату Григорий Авдеев. Это его третий созыв и второе назначение на высокую должность. То, что было сделано в прошлом, в прошлом нашей команды, это, конечно, дорогого стоит. Я всем этим людям искренне благодарен за помощь, за единодушие, за отзывчивость. Это действительно уже не просто палат, это уже маленькая семья, численностью почти 30 человек. Избрали общественники и председатели всех семи профильных комиссий. Важную в нынешнее непростое время комиссию добровольничества и благотворительности возглавила Юлия Одинцова. В первую волну пандемии она проявила себя при работе в волонтерском штабе. В период пандемии мы все варились в этой кухне и мы уже поняли, что у нас очень много есть людей, которые нуждаются в нашей помощи. Есть люди, которые готовы оказывать помощь. И есть добровольческие отряды, созданные не только студентами, но и довольно взрослыми людьми. И если объединить все эти три направления, я думаю, что мы получим шикарный результат. Впереди у членов общественной палаты три насыщенных работы года, за которые они должны оправдать возложенный на их плечи аванс доверия. Юлия Погасян, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видно этого. В этом году 11-классники будут писать итоговое сочинение 2 декабря. Экзамен пройдет в образовательных учреждениях с соблюдением всех санитарных требований. Наша съемочная группа побывала в видновской школе номер 9 и узнала, как ее выпускники готовятся к письменному испытанию. Пандемия не повлияла на проведение мероприятия по итоговому сочинению. Выпускникам школ предстоит сдавать экзамен в ранее установленные сроки, но при соблюдении всех мер предосторожности. Ребята будут находиться в классах на расстоянии не менее полутора метров друг от друга. Мы проводим дезинфекцию кабинетов, обязательно термометрии на входе, использование обеззараживающих воздух лампы рециркуляторов. Все эти усилия и администрации, и педагогов, и, конечно же, наших детей и родителей на то, чтобы в едином таком сплочении преодолеть первый этап государственной итоговой аттестации и получить свой заветный зачет на итоговом сочинении. Итоговое сочинение – это допуск к сдаче ЕГЭ. Оценивается оно по системе зачет или незачет. Как рассказала учитель русского языка и литературы Инна Барская, для 11-ти классников при подготовке важно научиться анализировать прочитанные произведения и грамотно выражать свою мысль. Сложности, наверное, в том, что ребята боятся высказывать свою точку зрения и стараются держаться в рамках предложенного формата. Это не всегда им помогает, иногда даже просто мешает. Но предлагаем освобождаться и быть немножечко свободным. Учащаяся Видновской школы номер 9 Мария Бамбак подготовке к экзамену уделяет много времени. Каждую неделю выпускница пишет по сочинению. В сентябре пока еще были неизвестны темы. Было достаточно сложно, потому что готовиться надо было практически ко всему. Но где-то ближе к октябрю ФИПИ выложила направление и стал понятен вектор нашей работы. 11-ти классники должны написать сочинение за 3 часа 55 минут. В этом году представлено 5 тем на выбор. Какая тема тебе ближе? Я и другие. Почему? Ну, мне очень интересная тема, понравилась. И большинство произведений подходят к этой теме, которую мы изучаем. Единый день сдачи письменного испытания пройдет 2 декабря. Предусмотрены и резервные даты для пересдачи. Это 3 февраля и 5 мая. Наталья Буслаева, Сергей Ларин, Елена Кошелева, Видное ТВ. Обсуждение концепции развития видновских парков проходит совместно с жителями города. Для этого был создан специальный общественный совет. На очередном заседании в центре внимания было благоустройство Расторгуевского парка. Подробнее расскажет Дмитрий Книга. В здании администрации состоялось заседание открытого общественного совета парка города Видное. В него входят сотрудники парка, муниципальные депутаты и активные жители. В заседании принял участие глава Ленинского городского округа Алексей Спасский. Основная цель мероприятия – обсудить места установки и необходимость отдельных элементов благоустройства Расторгуевского парка. Вряд ли кто-то против зарядки, которая предусмотрена. Вряд ли кто-то против туалета, против входной группы. Но это такие вещи достаточно очевидные есть, которые у меня у самого, честно говоря, вызывают непонимание. В ходе дискуссии участники пришли к выводу, что парк должен быть условно разделен на несколько зон, каждая из которых будет ориентирована на ту или иную социальную группу населения. Прогулочная и плюс тихая, они соединяют друг к другу. Это детская зона, это спортивно-оздоровительная, ну и, естественно, административно-хозяйственная зона. Наполнение этих зон должно определять по нашим предложениям соответствующие проектирующие организации. Мнения собравшихся разделились по поводу расположения скейт-площадки, веревочного парка и установки троллея. Троллей в том виде, в каком он планировался, я считаю, что он недопустим. Там ландшафтные виды визуальные, они не должны нарушаться ничем. Скейт-площадку оставить, пойти на компромиссию с поддержкой Анатоли Михайловича, она на месте, моя точка зрения. Значит, это лазерка с канатами, лазерка с канатами, найти место чуть ближе, она ближе туда, где проходная. У нас есть детская зона, и вот все то, что определенным возрастом, ну вы сами как раз понимаете, до 10-12 лет, это все должно быть в одном месте. Потому что приходят мамы, не с одним ребенком, а с двумя, разным возрастом, и у них будет все на глазах. В части, касаясь троллей, я в свое время еще в бытной с руководителем парка, приходили с таким предложением, я категорически был против. Во-первых, эстетически портится, потому что у нас и одна часть вроде она такая полувлюбленная, полуспокойная и свадебная, и прогулочная, да, и вторая часть, но она немножко в другом формате. После горячей дискуссии было принято решение провести онлайн-голосование среди населения в социальных сетях по вопросу размещения объектов. Голосование продлится до понедельника, 16 ноября. Позже предстоит утвердить концепцию развития парка. Если мы говорим про концепцию, то нам самый крайний срок – это 20 декабря, когда мы должны уже пройти все – и обсуждение, и заключение, и уже выйти на ее утверждение в Министерство благоустройства Московской области. Концепция будет разработана по всем Видновским паркам – Центральному, Расторгуевскому и Тимоховскому. Дмитрий Книга, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Все виды массажа – ЛФК, кислородотерапия, сенсорная комната, занятия с психологом и логопедом. Все это совершенно бесплатно можно найти в отделении реабилитации номер 2 Центра социального обслуживания «Вера» в поселке Развилка. Несмотря на пандемию, здесь продолжают принимать маленьких пациентов. Подробнее в нашем следующем сюжете. Отделение реабилитации номер 2 Центра социального обслуживания «Вера» в Развилке изначально создавалось для работы с детьми и инвалидами. Но с годами здесь стали заниматься и с ребятами со слабленным здоровьем, начиная с грудничкового возраста. Сейчас отделение в год обслуживает более 450 маленьких пациентов. Стоп! Перевернулись на животники. Руслана Брика о Центре «Вера» узнала совершенно случайно, когда участковый врач прописал ее дочке Софии массаж. Мы очень довольны, потому что здесь, помимо того, что, скажем, вот эти процедуры, которые носят лечебный характер, да, восстановительный, здесь еще такая атмосфера семейная. В общем, я бы сказала, что это какой-то семейный клуб. Потому что детям здесь нравится все. Дочь наша в восторге от этого. Центр и каждый день она просится сюда. По соседству с залом ЛФК есть кабинет гипокситерапии. Это профилактика всех простудных заболеваний. Питание головного мозга для некоторых категорий пациентов, да, укрепление иммунитета. Множество проблем со здоровьем поможет решить профессиональный массаж. Приходят вальгусы, варусы, ДЦП, дисплазии, плоскостопие, нарушение осанки, сколиозы. Самый любимый кабинет маленьких подопечных центра – сенсорная комната. Я очень люблю занятия в сенсорной комнате. Они способствуют развитию воображения, чего сейчас не хватает у наших компьютерных детей. Мы можем поплыть в море, полететь в космос. Также ребята занимаются арт-терапией, работают с кинетическим песком. Для каждого ребенка подбирается индивидуальная программа реабилитации. Потерялась буква «Р». Где? В трамвае, например. Работает в отделении реабилитации логопед-дефектолог. Антонина Шустрова считает, что скорректировать речь можно в любом возрасте. Но лучше начинать это делать вовремя. Ребенок, например, в два года уже начинает говорить «ф» при помощи губ или начинает звук «р» выдавать французский. То желательно начать обращаться еще как можно раньше. И даже если ребенок еще не готов прямо сидеть и заниматься перед зеркалом, все равно логопед найдет какие-то подходы к ребенку, чтобы в игровой форме начать с ним что-то прорабатывать. Отделение продолжает работать и в условиях сложной эпидемиологической обстановки. Все сотрудники работают в масках и перчатках. Ежедневно проводится дезинфекция всех поверхностей и аппаратуры. Также у нас есть еще дезинфекторы, которые мы включаем после каждого часа. И они у нас 10-15 минут дезинфицируются. Помимо проветриваний. Помимо проветриваний. То есть защита от коронавируса. Коронавирус не пройдет. Очень довольны. Тут и профессионалы хорошие. Рекомендую всем родителям сюда приходить. Все требования, касающиеся коронавируса, тут исполняются. Все ходят в маске, дезинфекция. Центр Вера проводит реабилитацию деток совершенно бесплатно. Чтобы записаться на занятия, нужно обратиться в центр и собрать необходимый набор документов. Екатерина Борисова, Александр Логин, Ольга Садовская. Видно этого. Среди посетителей центральной библиотеки Видного немало творческих людей. Здесь регулярно проводятся лекции и мастер-классы. В этот раз участники погрузились в творческую атмосферу вместе с кураторами международной образовательной программы Creative Way. Вместе с ними это сделала и Екатерина Коваленко. Уже год в центральной библиотеке Видного работает клуб пространства «Библиоарт», в рамках которого регулярно проводятся мастер-классы, лекции и вебинары по живописи. А недавно клуб вышел на новый уровень. В гости приехали сотрудники международной образовательной платформы Creative Way. Наш институт, наши соседи, наши друзья, Марсеи, кафедра дизайна проводят вот такие теперь глобальные мастер-классы по живописи. Человек может прийти в библиотеку и творить, рисовать. Может быть даже он не умеет, но хотя бы попробовать. Раскрыть творческие способности помогут каждому желающему. Если вы еще не держали в руках кисть или наоборот прекрасно рисуете, мы рады всем. Так говорит Наталья Пронина, преподаватель кафедры дизайна МРСИ и куратор платформы Creative Way. Это площадка, название которой в переводе на русский значит «творческий путь», позволяет людям обмениваться опытом и делиться своими знаниями, раскрывать секреты мастерства. Можно вот так вот взять карандаш, прищурить глаз. Ну вот она где-то примерно вот так идет. Мы берем, это очень хитрый способ, примерно запоминаем. И проводим. Вот она, с линии стола идет. Сегодня участники мастер-класса, а среди них как совсем малыши, так и взрослые, рисуют в технике акварель. Многогранные и красивые, но вместе с тем и одно из самых сложных. Бутылка, хранилище для диска, ветки, даже пустая банка. Предметом экспозиции может стать абсолютно любая вещь. Главное – разные формы, цвета, текстуры. Все это позволит быстрее обучиться технике акварель. Видновчанка Наталья Юмогулова увлекается живописью уже два года. И старается не пропускать ни одного мастер-класса в библиотеке. Отдых, переключение какое-то, возможно, выплескивание каких-то эмоций, если что-то есть. На встрече никто не остался без внимания. Наталья Пронина и ее ученики, студенты МРСИ подходили к каждому. Исправляли, помогали, воодушевляли, отвечали на вопросы. Но, а мы выведали совет для тех, кто не мыслит своей жизнью без живописи. Секрет успеха любого художника – это практика. Нужно нарисовать каждый день по-хорошему. То есть нужно брать карандаш, кисточку и хотя бы пару мазков сделать. Потому что за 20 секунд ты можешь нарисовать любого человека. За 10 секунд ты можешь сделать даже за 2 секунды. И обязательно нужно это делать каждый день. За расписанием следующих мастер-классов можно следить на сайте библиотеки или в социальных сетях. Екатерина Коваленко, Александр Логинов, Елена Кошлева. Видное ТВ. И это все новости на сегодня. С вами был Максим Козлов. До встречи.